И снова всем привет из центра Лондона. Мы находимся с вами на пересечении Monument Street и Fish Street Hill. А прямо перед нами Padding Lane. Именно здесь находилась пекарня Томаса Ферринора, откуда вспыхнул 2 сентября 1666 года великий лондонский пожар. А тема сегодняшнего нашего выпуска – самый высокий памятник в Лондоне, который одновременно является и самой высокой в мире свободно стоящей колонной. Для этого нам надо развернуться всего лишь на каких-то 90 градусов. И прямо перед нами возникает вот такое чудо. Дело рук, творение рук Кристофера Рена. Кристофер Рен – человек, который восстановил Лондон после того, как его постигло это несчастье. Три дня полыхал великий лондонский пожар, после чего пострадало огромное количество домов. Был частично сожжен собор Святого Павла. Более 70 тысяч людей остались без крова. И в память об этом событии был поставлен этот монумент высотой в 202 фута. Это 61,5 метр. Именно столько разделяет точку его нахождения до того места, где находилась пекарня Томаса Ферринора. Где-то здесь она находилась. Полыхал, как я вам сказал, Лондон три дня. Ну, был деревянный город, стал каменный. После чего начали использовать красный кирпич, песчаник также. Это все были здания по проекту великого Кристофера Рена, который также создал, воссоздал собор Святого Павла, Кессингтонский дворец и много чего интересного в этом городе. Как вы видите, колонна… Кстати, давайте подойдем к ней поближе. А скажу вам, сейчас там оградка, поскольку Лондон находится в условии локдауна коронавирусного. Но в основном можно войти и, преодолев 311 ступенек по винтовой лестнице, вот так подняться на вершину, смотровую площадку, откуда открывается замечательный вид. Но, правда, не в такую погоду, как сейчас. Она такая истинно лондонская. А в хорошую, ясную погоду открываются прекрасные виды отсюда. Так что очень рекомендую вам это сделать. Как вы видите, вершина монумента, которая представляет собой колонну, изготовленную из портландского камня, сверху венчает позолоченные урны, из которой вырываются языки пламени. Надо сказать, по первоначальному плану наверху хотели разместить статую Карла II. Но потом от этого замысла отказались, чтобы пожар не ассоциировался с именем этого веселого короля. Веселого, потому что было у него огромное количество любовниц и детей, соответственно, от них. В то время как была одна единственная жена. Ну, Карл II известен нам тем, что именно при нем власть четко разделилась на власть короля и парламента. И возникли партии Тори и Виков, сформировались. Архитекторы, надо сказать, что задумывали использовать эту колонну не только как просмотровую площадку или же там, не знаю, вот такой монумент в память об этом событии. А также, во-первых, он использовался как зенит-телескоп. А во-вторых, он использовался для изучения гравитации и в качестве маятника. Однако, в силу интенсивного уличного движения, как вы понимаете, по расположенной рядом Фиш-стрит-Хилл, возникала вибрация, которая не позволяла провести задуманные эксперименты. Ну, давайте обойдем. Кстати, вот здесь, на разных гранях внизу этого памятника, на латыни написаны, во-первых, история пожара. Значит, на северной стороне рассказано, как начался пожар. На южный, на южный, пардон, то, какие действия предпринял Карл II, в том, история самого монумента. Ну, если вы владеете латынью, вам не составит никакого труда добраться сюда, почитать и подчеркнуть много чего интересного. Такие замечательные горельефы, да. Она, вот видите, украшена изображением разрушенного пожара, короля Карла II с его братом Яковом. Все это создал скульптор Кай Габриэл Сибер. Много курьезных историй связано с этой колонной. Говорят, что едимбургский писатель, дай бог памяти как его звали, не ошибаюсь, Джеймс Боссуэлл. Да, именно Джеймс Боссуэлл испытал паническую атаку, пока поднимался наверх по 311 ступенькам, но все равно дошел. А был случай, когда, значит, то, что отсюда бросались вниз, это точно. Более, порядка 10 человек покончили жизнь самоубийством, прыгнув сверху. Моряк какой-то ставил тут рекорды, прыгая отсюда в разные таверны. В общем, веселая такая башня была, как и король, который правил в то время, когда она была поставлена. А поставлена была в 1677 году, через 11 лет после Великого Лондонского пожара. Добраться сюда совершенно несложно. Всего лишь надо выбрать метро District Line или Circle Line, кольцевую или прямую, и выйти на метро Monument Station, откуда буквально в шаговой близости находится самая высокая, свободно стоящая колонна в мире. С вами был Человек за кадром.